Here we are! Даже в Соединенных Штатах, где религия по-прежнему пользуется, пожалуй, наибольшей популярностью, почти три четверти опрошенных заявили, что она теряет влияние. Почему религия приходит в упадок? Одна из причин заключается в том, что людей беспокоит происходящее в их церквях. Да, миллионы людей были потрясены, узнав, что-то, чему их учили как необходимому для спасения, теперь считается их церковью неправильным. Вы, тоже чувствовали разочарование или даже отчаяние из-за того, что происходит в вашей церкви? Один бизнесмен из Медельина, Колумбия, рассказал о том, как эти изменения повлияли на многих людей. Скажите мне, спросил он, как я могу быть уверен в чем-либо? Как я могу верить в Библию, в Бога или иметь веру? Всего 10 лет назад у нас, католиков, была абсолютная истина, мы возлагали на нее все наши надежды. Теперь Папа Римский и наши священники говорят нам, что так больше нельзя верить, что мы должны верить в новые вещи. Откуда мне знать, что новые вещи будут истиной через пять лет? Время текло незаметно, и все, что я когда-то знал и ценил, постепенно исчезало, как песок между пальцами. На смену одним духовным ценностям и убеждениям приходили другие, но и они оказывались недолговечными, подобно летним облакам, которые быстро меняют форму и исчезают на горизонте. За годы своей жизни я осознал несколько ключевых моментов, включая и этот. Король может требовать повиновения, отец послушания, но запомни, кто бы ни был государем, владыкой, ты один в ответе за свою душу. И как бы ты ни играл, кто бы тобой ни играл, твоя душа в твоих руках, даже если над тобой стояли короли, и ты исполнял их волю, перед ликом Господним ты не сможешь сказать, мне приказывали поступать так, или честь и достоинство тогда было не в моде, это не будет оправданием. Запомни это.